Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня в пятницу, заключительной торговой сессии этой недели. Давайте также последний раз на этой неделе вернемся на финансовые рынки и посмотрим за той ситуацией, которая сейчас складывается в фундаментальном плане. Сегодня предлагаю снова начать с российского рынка, с нефти и российской валюты. Открываем графики USD RAP и смотрим за поведением рубля в соответствии с динамикой нефти. Вчерашняя торговая сессия по бренду. Укрепительная или поколекционная? Да, нефть у нас по сути с уровня 54,41, точнее это уровень, на котором была закрыта торговая сессия. Сейчас на какой отметке нефть? 54,19. 54,19. То есть мы видим, что на азиатских торгах нефть продолжает снижаться. Ключевыми факторами давления на позиции черного золота по-прежнему остается избыточное предложение. Вчера министр энергетики Кювейта сообщил о том, что странные экспортеры нефти ОПЕК даже и не думают сокращать объемы выработки нефти. На текущий момент ОПЕК вырабатывает сколько нефти в сутки? 30 миллионов баррелей. Это вам много, ребят. Соответственно, если они заявляют, что не собираются менять этот объем, значит выработка будет только расти. И еще одно заявление. Даже если Россия сократит добычу нефти, они будут только рады. В частности, Саудовская Аравия готова задействовать еще дополнительных производственных мощностей для того, чтобы вылить на рынки еще в потенциале 5 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, полностью заменить около 20-25% российского производства нефти. ОПЕК не собирается делиться со своей долей. И то, что мы слышали в ноябре по факту заседания ОПЕК, стало ясно, что они, напротив, готовы воспользоваться любой возможностью, которая позволяет, скажем, охватить большую экспансию на рынке энергетических ресурсов. Поэтому, в целом, у нас получается, что мы, с точки зрения статистики, каждую неделю, вот уже 14 недель подряд, по сути, констатируем рост запасов нефти в США. Напомню, что последние отчеты от Американского института нефти, а потом от Минэнерго, официальный отчет, это рост запасов. В последние недели 9,5 миллионов баррелей плюс к тем запасам, которые есть уже в Кушинге. Поэтому, в целом, на фоне еще общего макроэкономического негатива для мировой экономики, получается, что нефть, все-таки, глядя на дневные котировки, на дневные свечи, находится под фундаментальным давлением. И ближайшая цель, которую мы с вами обозначили несколько недель назад по бренду, это какой уровень? 40, 50, 60, 70. Какой уровень? 50. 50, все верно. Что касается российской валюты, то сейчас, да, рубль сопротивляется, но не нужно забывать о том, что впереди для российской экономики. Это уплата налогов со стороны крупнейших российских компаний. И в преддверии налогового периода возникает спрос на какую валюту? Иностранную или российскую? Иностранную. Российскую. Конечно же, российскую. Налоги-то нужно платить в российской валюте. Соответственно, если добавить сюда долговые обязательства, то, думаю, что для исполнения их в этом месяце иностранная валюта уже закоплена в потребных объемах. Поскольку налоговый период начнется в буквальном смысле через неделю, значит, сейчас растет спрос на рублевую ликвидность, и это оказывает локальную, национальную поддержку российской валюте. Но налоговый период так же быстро завершится, как и начнется, поэтому уверен, что в начало месяца мы снова вернемся к активному обсуждению поведения нефти и также будем рассматривать соответствующую реакцию по рублю. Я по-прежнему уверен в том, что сейчас еще рано делать ставку на усиление позиции российской валюты, там вплоть до уровня 55-50, нет, это крутовато. Напротив, я думаю, что российская валюта сохраняет по-прежнему серьезный отложенный потенциал для того, чтобы вернуться в район 64-65. И как только это произойдет, это новые риски, может быть, на рынке появятся еще дополнительные негативные факторы. Уверен, что на российском рынке они точно появятся. Значит, можно будет посмотреть уже новые ценовые ориентиры. Что касается новостного фона, вчера мы вкратце коснулись ситуации на Украине и ситуации, связанной с реализацией минских договоренностей. И обозначили, что по-прежнему ситуация остается подвешенной. Есть риски и дополнительная угроза сейчас идет уже со стороны Киева, который почему-то решил переначать полностью закон об особом статусе Донбасса, объявив эти регионы оккупированными территориями. И для того, чтобы можно было применить на них закон об особом статусе, там должны пройти выборы. К тому же Киев сообщил о том, что рассматривают всерьез возможность ввода миротворческого военного контингента в зону конфликта. А в целом это полностью рушит последовательность, логику реализации минских договоренностей, мирного плана, который с таким трудом был согласован, с таким трудом и в течение длительного периода времени утверждался. И в конечном счете даже был скреплен резолюцией Совета Безопасности ООН. В целом, вроде бы как, ситуация только пошла на лад, как новые спорные моменты, которые являются сейчас, которые рассматривают в качестве базиса для реального срыва всего прогресса, который удалось себе достигнуть к этому моменту. И в целом, что получается сейчас? Вчера Лавров заявил о том, что необходимо срочно созвать новый формат нормандской четверки, то есть еще один этап перезагрузки политического диалога, поскольку сейчас нужно принять совместные усилия для предотвращения сползания ситуации вниз по наклонной. Эти риски серьезны, и поскольку уже на уровне политических, скажем, амбиций это активно обсуждается, я думаю, что ситуация на Украине – это потенциальный взрывоопасный момент для российского фондового рынка и для российской валюты. Встреча пройдет на следующей неделе, но поскольку ситуация накаляется, я думаю, что может быть даже эта встреча может быть собрана уже на этих выходных. Еще один потенциальный негатив. Что касается санкций, вчера начался саммит стран Европейского Союза. Как я уже отмечал на повестке, одним из ключевых вопросов является возможность финансо-экономических рестрикций, ограничений в адрес России. На текущий момент есть четкое понимание, что санкции продлятся для российского рынка, и эти санкции будут актуальны для России вплоть до полного исполнения, выполнения минских договоренностей. То есть, я думаю, что еще в течение длительного периода времени. И еще один негатив. Поэтому в целом, глядя на перспективы российского фондового рынка, я бы по-прежнему делал ставку на коррекционное движение. Что касается российской валюты, то все названные факторы – это факторы потенциальной разгрузки, и они, разумеется, могут очень быстро сказаться негативным образом поведения и депозиций рубля. Но в целом мы продолжаем следить за все-таки котировками нефти. Это более локальный, более краткосрочный эффект, и, скажем, в случае негативной тенденции при повторении и сохранении негативного эффектора нефти, это поведение можно будет объяснять гораздо лучше и правильно. Ясно? Теперь евро-доллар. В принципе, если посмотреть на рисковые инструменты против американской валюты, мы видели то, что вчера риск планомерно стал сдавать позиции против доллара. Это связано с общей переоценкой фундаментальной картины и торговой сессии среды. Если вернуться к комментариям Джанет Йелли по факту заседания ФРС, вопрос следующий, вопрос к вам. Как вы думаете, когда же все-таки стоит ожидать снижения процентной ставки? Точнее, повышения. Как и прежде. Поскольку конкретики по срокам обозначено не было, инвесторы чрезмерно почему-то негативно отреагировали на заявления ФРС, хотя все, что отметил американский мегарегулятор, это сохранение понижательных рисков для экономики в связи с общей негативной ситуацией для мировой экономики в целом, обозначили возможность пересмотра прогнозов, всего лишь прогнозов по темпам экономического расширения. Но что касается срока, нет. Напротив, даже были сделаны комментарии, что если экономика будет демонстрировать соответствующие темпы экономического восстановления, если будет создавать хорошие позитивные условия, можно будет снова вернуться к обсуждению темы повышения ставки даже в июне, а не в сентябре. Но пока, согласно общему консенсусу, ожидание уходит на сентябрь. Несколько более растянутый период времени, и в целом это выступило одним из ключевых негативных факторов для американской валюты. Вчера, правда, поскольку в целом общий вектор был снова смещен на то, что повышение процентной ставки рано или поздно, но в любом случае произойдет, значит, можно постепенно возвращаться к точным фундаментальным идеям, которые направлены на возможность покупки американской валюты. Если посмотреть на поведение пары USD и иена, то в качестве еще одного фактора поддержки для доллара, вчера можно было обозначить рост доходности американских долговых бумаг, 30-леток, 10-леток и 2-леток. В целом доходность подросла, и мы видели, как это нашло свое отражение в динамике американской валюты. Сейчас еще инвесторам необходимо делать ставку на ожидание возможных мер экономического стимулирования со стороны Банка Японии. Я вам вчера отметил возможность того, что эти стимулы могут появиться на рынке уже в самое ближайшее время. Поэтому прежняя фундаментальная идея и цель по паре доллар-японская и иена – это какие ожидания? 123, да, нормальная цель. Сколько до нее остается с текущих отметок? Ждем 123. Если этот уровень, если это мощное сопротивление, скажем, сдастся, можно будет обозначить уже новые ориентиры. Но общая фундаментальная картина по-прежнему располагает к покупке доллара. Что касается британской валюты. Вчера со стороны Банка Англии поступили новые комментарии касательно возможности достижения целевого показателя по инфляции. А вы знаете то, что целевой показатель по инфляции в рамках Банка Англии – это прямая дорога к возможности повышения процентной ставки. Банк Англии обозначил, что риски инфляции раньше, низкой инфляции, недооценивались. Этот низкий показатель сохранит свою актуальность в течение более длительного периода времени. И более того, поскольку экономика Англии в последнее время сталкивается с серьезными экономическими рисками, рассматривается возможность не повышения процентной ставки, а снижения процентной ставки. И, возможно, запуска программы количественного смягчения и в рамках британского мегарегулятора. Вот так вот, полностью противоположное мнение. И это не оценка, скажем, рядовых экономистов, либо заявление со стороны инвестиционных банков. Это комментарий со стороны самого британского мегарегулятора. Поэтому последнее давление, которое испытывает фонд, оно более-менее логично и оправдно. И сейчас, с учетом общей фундаментальной картины, я уверен, что британская валюта продолжит пребывать в числе ключевых аутсайдеров рынка. Сейчас стоит рассмотреть возможности, скажем, отложенных ордеров, потому что, если на дневках определить достойные уровни поддержки, от которых можно будет ожидать продолжения коррекционного движения, это в потенциале хорошей сделки. Ясно? USDCAD. Откройте графики и посмотрите за поведением канадца. Поскольку не вчера неплохо просело, USDCAD, разумеется, столкнулся с абсолютно оправданной фундаментальной коррекцией. Сейчас ближайший уровень, который снова замаячил перед данной парой, это 1.28. И Bank of America отмечает, что до конца мая они ориентируются на уровень 1.30 USDCAD. Ясно? Я считаю, что это правильная ставка. С точки зрения фундамента ее очень легко объяснить, поскольку инвесторы возвращаются снова в американскую валюту, и на фоне ожидания коррекции нефти канадец также будет испытывать соответствующий прессинг. Плюс ко всему, в рамках Банка Канады мы по-прежнему с вами ожидаем, что? 1.28. Поставки я имею в виду. Понижение процентной ставки. И пока нет как-то объективных оснований говорить о том, что им удастся избежать подобной решительности. Еще хочу обратить ваше внимание на USDCAD. Также откройте графики и посмотрите, как пара снова стремится к уровню паритета. Несколько дней назад Швейцарский банк опубликовал процентную ставку по депозитам. В принципе, она осталась на прежнем уровне. Кто помнит, на каком уровне сейчас ставка? Отрицательное значение напомнит. 0.75. Все верно. И для чего они ввели отрицательную процентную ставку? Чтобы банки не обращали деньги регулярно. Все верно. Для того, чтобы избавить национальную валюту от статуса защитного актива. И теперь, учитывая отрицательную процентную ставку, если кто-то хочет хранить средства в швейцарских франках в их банковской системе, придется за это платить. Поскольку на текущий момент по-прежнему сохраняется угроза для национальных производителей, банка Швейцарии сообщила о том, что они готовы даже снизить процентную ставку еще больше. С минус 0.75% до 1.5%. И все для того, чтобы ослабить позиции национальной валюты. В связи с этим, делая ставку на торговлю по USD-чифу, я бы сейчас стал ориентироваться на уровень паритета, а потом уже стал руководствоваться целью Morgan Stanley, которая обозначает возможности восходящего движения USD-чифа к уровню 1.1. 1200 пунктов, ребята, почти. Неплохо. И также не будем далеко отходить от Morgan Stanley, к нему, в принципе, присоединился еще Deutsche Bank. По OutUSD в течение трех месяцев уровень 0.74. И на это делается активная ставка. Вероятность того, со стороны экономистов этих банков, что Резервный банк Австралии пойдет на снижение процентной ставки в следующем месяце, по итогам следующего заседания, 75%. Ясно? Вопросы есть? Да, есть пара вопросов на экономе о том, что золото, начало коррекции. На самом деле, да, золото сейчас представляет большой интерес с точки зрения локального, скажем, длинного спекулятивного трейда. С чем это связано? Это связано с объективной слабостью доллара, с которой он столкнулся по итогам торговой сессии среды и заявлений руководителя американского мега-регулятора Джанета Елли. В целом, я считаю то, что золото для оппозиционного трейдинга сохраняет возможность для продолжения коррекционного движения в район одного и одного даже. Это, конечно же, сделка весьма растянутую перспективу. Но, что касается каткосрочных ожиданий, многие сейчас полагают, что этот актив против американского конкурента можно использовать с профитом в районе 1185 долларов. И, кстати, этой целью поддерживается Банк оф Америка. Поэтому каткосрочно можно сделать ставку на локальную слабость доллара, хотя, честно говоря, она не совсем будет сейчас фундаментально оправдана. Но с технической точки зрения у этого актива есть возможность для того, чтобы подрасти еще на 10-15 долларов. Что касается каткосрочных. Спасибо. И еще один вопрос. На чем ваши клиенты могут заработать небольшую копейку с минимальными рисками? Я так понимаю, речь идет о полюсных парах, инструментах. Минимальными рисками, я так понимаю, с минимальным плечом. В принципе, все те идеи, которые мы озвучиваем, это идеи, направленные на позиционный трейдинг. То есть это на несколько месяцев. Поэтому, если адекватно зайти в этой сделке и, скажем, сделать ставку на коррекцию евро-доллара, коррекцию фунта-доллара, рост USD-чифа, локально, может быть, даже рост уже золота, рост USD-када, это все хорошие сделки, которые могут принести неплохой профит. Спасибо. Большое спасибо за вопросы, ребята. Ждем дополнительных комментариев, конечно же, новых вопросов на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте вопросы под видео окном. До свидания.